Даниил, добрый день! Здравствуйте! Вчера вечером, уже после игры, вы появились в расположении сборной. С каким настроением приехали? Ну, наверное, вопрос такой после победы. Конечно, после победы настроение хорошее. Сейчас важно переключиться на сборную. Три игры важных. Надо хорошо подготовиться и постараться показать себя. Помогают победы легче переключаться на какой-то уже ритм сборных, что ли? Ну, конечно, после побед легче восстановление, с хорошим настроением. Это самое главное. Хорошие эмоции, позитивные. Поэтому готовимся, работаем. Вчера после победы тренер сказал, что у команды 4 или 5 выходных, такой большой промежуток. Но для вас эти выходные как бы уже отменяются. Нет какого-то, может быть, сожаления? Нет, конечно, никакого сожаления. Мне вызов в сборную всегда для футболиста то, ради чего стремишься и работаешь. Поэтому очень рад здесь оказаться и буду стараться слушать и выполнять требования и верить в себя. Про Динамо тоже буквально пару вопросов. Понятно, да. Много было эмоциональных оценок по последним матчам вашего клуба. Вообще на игроков влияет эта ситуация? Там победы, поражения, отставки. Вот как, скажем так, каждый из вас переносит это все? Ну, если честно, да, непростой такой период был. И вылет из Лиги Европы, и смена тренера. Ну, и на футболистах это тоже ответственность лежит. И за результаты, и за то, что тренера убрали. Хотелось реабилитироваться в каждом матче. Где-то получилось, где-то нет. Но будем работать. В таблице занимаем нормальное место, можно так сказать. И все зависит от нас. Будем работать. Как лично пережил неудачу именно в Тбилиси, более резонансную? Переживал сильно очень. Так на всю страну матч показывали. И мы сыграли некачественно, особенно результат. Но как-то старались, всей командой собрались. Старались переключиться на чемпионат. У нас было три игры, две выиграли. Будем работать. Только все в наших руках и справляться перед болельщиками. Уже успел наверняка оценить уровень нашей группы в Лиге нации. Обе игры получились сложными достаточно, хотя хорошо, что победными. Тем не менее, каков этот уровень? Хороший уровень. Во всех командах собраны футболисты стоп-лиг, стоп-команд. Выиграли две выездных игры. Одну выездную с Венгрии, одну дома Сербии. Сейчас две дома. Все зависит от нас. Еще контрольная игра одна. Поэтому тренер расскажет, подготовимся. И, конечно, хотелось бы набирать свои очки. Как воспринял новость, что матчи Лиге нации пройдут частично со зрителем, как сейчас это бывает в матчах РПЛ? Тем более, две игры опять на стадионе, которые тебе хорошо знакомы. Конечно, с болельщиками это совсем другое. И ажиотаж вокруг матча, и болельщики гонят вперед. С ними приятнее. Жаль, конечно, что всего 30%, потому что сборная, мне кажется, везде собирала бы аншлаг. Но будем стараться для 30%, которые придут и которые будут смотреть у экранов. Будем стараться показать свою игру. И главный результат. Последний на сегодня вопрос. Раньше ты выступал в ряде периферийных клубов, так скажем. Сейчас ты уже играешь до клуба уровней Еврокубков, привлекаешься в сборную. Сам почувствовал, что тебе приходится конкурировать и играть на совершенно ином уровне? Конечно, почувствовал. И не хочется останавливаться на этом уровне. Хочется еще больше прогрессировать, стараться. Поэтому все зависит от меня. Надо верить в свои силы и проявлять себя как в сборной, так и в команде. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok